С Верой в спорт Силовятки Добрый день Сергей, давайте тогда поясним Что такое фонд Силовятки Ну на самом деле фонд Был создан лишь только для того, чтобы наши Друзья, скажем так Спонсоры Какие-то предприятия, фирмы, компании Могли беспрепятственно нам помогать Ну это очень облегчает Работу тоже как организатор спортивных мероприятий Конечно, ведь вы сами Прекрасно понимаете, что любая медаль Любая грамота стоит денег Причем довольно-таки больших денег И на одном, значит Нашем энтузиазме мы долго не выживем Все верно Тогда в связи с этим, Сергей, такой вопрос Насколько охотно и кто помогает Фонду? Насколько охотно? Это все будет зависеть только от нас Как мы предоставим наш Турнир Любое первенство Самое главное показать ребятам Допустим, грубо говоря, любой компании Что они от этого получат Какой результат? Так А что они получат, какой результат? Соответственно, допустим, у нас есть компании-партнеры Которые нам помогали уже на наших Постоянные партнеры уже, да? Конечно Соответственно, мы со своей стороны располагаем На нашем баннере, на главном Их логотипы Мы о них говорим на каждом мероприятии В любом случае Если они ваши постоянные партнеры И у вас такое доверие, вы можете даже их назвать сейчас? Нет, давайте пока не будем Пока не будем, хорошо Итак, к вопросу о том Чем вы можете быть полезны компаниям Которые изъявят желание помогать фонду Помогать силовятке Давайте обратимся к тому Что такое на самом деле силовятки Что такое ассоциация пауэрлифтинга Структура, насколько я поняла Из предыдущего нашего с Андреем эфира Довольно-таки серьезная Структура очень большая И перспективная, надо полагать Правильно я говорю, Андрей? Абсолютно точно Силовятки это не просто два слова Это уже для кого-то это стало Какой-то целью жизни Какой-то мессией Смыслом жизни Да, смыслом жизни И это уже достаточно большая компания У нас уже очень много Но это компания и национальной ассоциации пауэрлифтинга И люди, которые пришли Именно, скажем С фондом силовятки То есть это наши партнеры Это, которые следят за нами Которые нас видят Хотят с нами работать Поэтому силовятки В добром сердце Как мы уже говорили в прошлый раз Ну, я можно добавлю Да, конечно, Сергей Я думаю, что это уже Даже это уже сложившийся бренд Скажем так Силовятки Сколько раз уже проводилось мероприятие? Само силовятки? Только одно Только один раз проводилось Причем настолько это было ярко и запоминающееся И мощным таким впечатлением Это звалось в сердцах Что стало уже брендом О нем до сих пор вспоминают О нем до сих пор говорят Давайте напомним, как это происходило Это было 23 февраля Это был мужской праздник Это был кубок силы вятки К которому готовились очень долго Кропотливо к ним ушли Это больше 100 человек Участников, спортсменов Это больше 300 человек Которые просто принимали участие Это и партнеры, и спонсоры И просто зрители Люди, которые пришли поучаствовать Это и дети Дети из детских домов Дети с ограниченными возможностями здоровья Вот так В итоге мы получили очень яркое мероприятие Множество победителей из разных регионов Приезжали спортсмены, насколько я понимаю Спасибо, Вера, что напомнили мне Это было 11 регионов 11 регионов Первый раз проводится мероприятие Уже 11 регионов Без поддержки фондов На тот момент вы обходились На тот момент Это как раз Самостоятельно Да, это и было решение Создание фонда Потому что мы столкнулись С тем Люди были готовы помочь Мы не знали, как принять деньги Они не знали, как их отдать Да Вот как раз тогда и родилась эта идея Ну, а название фонда уже Само по себе вышло То есть через ассоциацию паверлифсинга Представители спортсмены из других регионов Узнавали, что такое мероприятие будет И, соответственно, готовились и приезжали И готовятся уже к следующему кубку силовятки Следующий кубок силовяток Более того, это был не просто кубок Я бы сказал, что это было спортивное шоу Да, да Множество там было площадок Давайте перечислим некоторые из них Что там можно было увидеть Почувствовать Попробовать Ну, самая главная площадка Это, конечно, было Само проведение пауэрлифтинга и жима И плюс Наверное Очень смотрибельно и ярко Это как дети соревновались С перетягиванием каната Ну, и в жиме Дети возраста Давайте сразу укажем, какой Дети абсолютно разного возраста Это было 8, 9, 10 лет То есть, от 8 лет Чуть старше, да Да, насколько я понимаю Детские дома Да, я сейчас веду к тому Да, и Андрей, я думаю, что Сергей меня понимает От того, что все мероприятие на самом деле стало брендом И даже в этом мероприятии есть свой гимн теперь О гимне я могу еще раз сказать Что говорить могу очень много Потому что гимн рождался непросто Это как, на самом деле, как рождение ребенка было Вообще, зачем спортивному мероприятию свой гимн Да, я знаю, что есть гимн у вязких холмов Серии забегов Замечательный гимн, который объединяет На ваш взгляд, для чего нужен гимн? Тут понимаете, в чем дело У нас нет спортивного гимна В нашем городе Это не гимн одного кубка Это гимн именно спортивной вятки Ну, там и звучит сила вятки Сила вятки Все правильно Все правильно Он подходит не только для пауэрлифтинга Не только для жима штанги лежа Он подходит для чего угодно Причем там все настроения Там все возрасты присутствуют Начинает детей, тинейджеров, взрослых Да То есть он зацепляет все слои населения Даже музыка в гимне разная То есть там есть и рэп есть, и рок есть Для всех поколений Практически для всех А пауэрлифон единый, он единородный То есть это замечательно Да, и сила вятки на самом деле Это каждый человек Который так или иначе себя проявляет В каждом сердце В каждом сердце сила вятки В каждом горящем сердце То есть все-таки Не сказала бы, что в каждом, наверное Позвольте внести только скепсиса сюда Ну да, абсолютно точно Но сила вятки – это не бицепс Это не какая-то мышца Еще раз покажу Горящие сердца Это горящие сердца, да Это умение быть неравнодушным человеком Умение Сейчас запутаюсь, наверное Слово, наверное, неправильно подбираю Просто Сочувствие Сопереживание Да Нет По-другому немножко Как это? Понять ситуацию Вот связанную с людьми, которым очень сложно участвовать в соревнованиях Но они этого хотят И мы должны им помогать И мы им помогаем Очень трудно Правда, даже голос начинают дребезжать Я не знаю, как слова подобрать Но на самом деле Вот в чем сила вятки Ни в каких-то мышцах Более того, я бы добавил, что для всех участников Участие было совершенно бесплатно Опять-таки благодаря фонду, насколько я понимаю В отличие от других, допустим, организаций параллельных Да, но, к сожалению, не все организации параллельно себе могут позволить Так вот дать Если есть средства, конечно, все бы сделают Я имею в виду, наверное, несколько мероприятий Да Вот, давайте еще немножечко про гимн поговорим Кто писал гимн, кто сочинял, кто был вдохновителем Очень интересная история Гимн, на самом деле, писали несколько человек Но ни текст, ни музыка не подходили Это было, ну, это чувствовалось Я понимал, что это не то Я вспомнил о своем друге, который живет в Санкт-Петербурге Он путешественник, музыкант, мультимузыкант И в то время, когда я к нему обратился, он находился в Америке И я ему написал ВКонтакте Его зовут Петр Буров Это мой очень хороший друг Я сказал, у меня есть большая идея Написать гимн, спортивный гимн И нужно отразить там вот именно все И больших спортсменов, и начинающих спортсменов И детей-инвалидов Но так мягко, чтобы детям не было бы обидно Он человек такой очень душевный, с большим сердцем Он как-то сразу это понял И вот вложил все то, что я хотел Вот в этот текст, этого гимна И даже было придраться не к чему Мы не изменили ни одного слова Единственное, только припев это придумал я Вот и не лавр Здорово Да-да Это было одно из условий, чтобы В припеве или в куплете Была вот именно Сила ветки в добром сердце Да, уважаемые слушатели, мы много говорим о гимне И если позволит время Я надеюсь, что позволит Мы его потом еще в конце программы поставим обязательно Очень бы хотелось Да Дальше идем Сегодня уже вот Сергей упомянул О другом мероприятии Ассоциации пауэрлифтинга В Кировской области Это соревнование в Амутнинске Что это за событие такое было? Вера, можно я вас перебью? Конечно Про гимн можно закончить? Да, давайте Гимн был написан в Майами В Соединенных Штатах Америки То есть там он был записан на студии? Он был и написан там Нет, он в студии нашей записывался Но текст был придуман там Написана музыка была там И из Майами он был Он снимал на телефон видеоролик Он говорит Привет, Андрей, я из Майами Вот тут пальмы Вот такой вот гимн Слушай Я его выложил в ВКонтакте Все его слышали Под укулеле был спецгимн Прям из Майами он прилетел Ничего не менялось Через санкции Через сложные политические отношения Вот так вот Россия, Америка Дружат настолько продуктивно Опять-таки горящие сердца И силовятки объединяет Вот она, силовятки Петр, он сам из Кировской области Поэтому просто находился в то время в Америке Он путешествовал И в это время писал гимны Был вдохновлен Да, но у каждого гимна есть богатый бэкграунд Здесь очень, скажем, богатая история этого гимна И этому гимну можно посвятить целую передачу Потому что дальше еще интереснее Это же программа «Культ поход» Да Я бы еще немножечко добавил Я бы хотел поблагодарить всех, кто участвовал в создании этого гимна Потому что мы обращались ко многим Нас что-то не устраивало Но все равно ребятам всем большое спасибо Все поработали Все поработали Все что-то туда вложили Все равно ото всех что-то осталось там Поэтому Но закончили это Теперь уже тоже ставший нашим другом Олег Назаров Который и исполнил этот гимн Он его и поет Это его аранжировка И он сам исполняет И особая благодарность Это детям из Яранска Которые спели Это детский хор Она называется «Доминанта» Чистейшие голоса Это лауреаты каких-то там премий Очень заняты Да С большой занятостью Дети, которые Ну чудышко Просто чудо Им огромное спасибо Ну и продолжая про гимн Историю Давайте тогда скажем Пронансируем даже мероприятие Которое будет с использованием этого гимна Уже в ближайшие дни Ну получилось так, что даже вот прямо сегодня Мы общались в Министерстве культуры Также мы предоставили им Показали свой гимн Видеоролик К этому гимну Министерстве, то есть в областном В департаменте В департаменте Все правильно В управлении культуры Города Кирова То есть общались с Иваном Петровичем С троем Соответственно он прослушал этот гимн И он сказал Ребята, это просто бомба Я просто дословно Это дословно Это его слова Это бомба Я, говорит, не побоюсь даже этого сказать Что, ну, в эфире Он сказал, что это не только ваш гимн Это гимн спортивной вятки Это были его слова Соответственно, значит, нам предоставилась возможность Он ее нам предоставил Показать свой гимн Показать, на что мы способны На сцене Кочеровского парка 12 июня Насколько я знаю, там молодежная площадка Да, День России День города Как будет представлен гимн? Я даже не уверен, что мы Сейчас можем об этом говорить Это пока еще дата Но это будет, скажем так Это будет, опять же Он будет исполнен тем же Олегом Назаровым Который исполняет его сейчас в интернете Уже сегодня мы выложили в Ютуб И будут еще Будут, вернее, использованы Атлеты, которые будут показывать свою силу Что будут показывать атлеты? Приходите, посмотрите Пока секрет Пока секрет Но можно увидеть в Кочеровском парке Я уверен, что, наверное, после Такого показательного выступления Значит, наш Ряды федерации, ассоциации пополнятся И фонд наполнится Увеличатся во много раз Это будет очень круто Так что все придем посмотреть Будут выступать именитые, скажем так, спортсмены Это действующие чемпионы мира Не скажу дальше, кто это будет Нет, давай с нами Заинтриговали Вот уже заинтриговали Да, вот сейчас прям очень-очень Ну что, про гимн все сказали Едем тогда дальше Амутнинск Амутнинск, да Амутнинск Вопрос мне? Вопрос вам, да, Андрей Что за мероприятие было в Амутнинске? Сергей уже анонсировал Про бесплатные мероприятия, которые собрало очень много участников Бесплатное участие Бесплатное участие, да Ну, начнем с того, что Амутнинск Это тот город, в котором я родился И мне было А, вот оно что Мне было приятно там работать Скажем так Там создалась очень хорошая, качественная команда Которая и организовывала до нашего приезда там все То есть они таскали железо Очень много всего перетаскали Везде договаривались с кем-то Привлекали каких-то своих спонсоров Чтобы привезти оборудование отсюда Из Кирова туда А какое оборудование здесь? Спортивное, да? Спортивный инвентарь А то есть там у них такого нет? Ну, соревновательного нет, да Да и ни в одном районе Более того, у нас есть своя скамья Сила Вятки Которой мы гордимся Мы ее любим Гордимся этой скамьей Там прямо так Для жеморежа? Сила Вятки, да Тоже, которую нам помогли Приобрести наши партнеры и наши спонсоры А что такое примечательное? То есть там только надписи Или что-то еще не такое интересное? Ну, это профессиональная соревновательная скамья Комплекс для пауэрлифтинга И прямо на ней есть эмблема Сила Вятки Логотип Здорово Что еще примечательного про Мутнинск, можете сказать? Ну, кроме того, что я там родился Да Это нам объясняет, почему именно Мутнинск? Нет, совсем не поэтому Ко мне обратился один из жителей Спортсмен, мастер спорта По джиму штанги лежа Илья Мичев По поводу проведения соревнований Я сказал, давайте мы откроем отделение В Мутнинске и поможем вам провести Ассоциации отделения Да Отделение НАП В Мутнинске Он сразу согласился с удовольствием И мы начали подготовку То есть начали писать афиши Подготовили программу Все остальное там, конечно же, делал Илья Наше дело только было приехать и провести По всем правилам НАП То есть спортсменов, участников турнира Подбирал Илья А нет Амутнинских, конечно, Илья Там кроме Амутнинска Участвовали еще и спортсмены Из Вертникамского района Белохолуницкого района Из Кирова было только 40 участников Приехали туда Больше, чем амутнинских жителей Больше, чем участников А сколько амутнинских было участников? Тридцать, ну не помню Немало? Ну нет, немало Очень много, кстати, было участников Были и те, которые впервые участвовали И это очень радовало То есть такой толчок То есть это была хорошая реклама Была сделана И это был огромный толчок для них И люди пришли Многие пришли даже без необходимой экипировки Я во всеуслышание это заявляю И может быть даже с некоторой гордостью заявляю Мы их пропустили Потому что Каждая спортивная федерация Она и существует для того, чтобы развивать спорт А не рубить его на корню Но люди не знали Но, скажем так Определенная техника безопасности была Соблюдалась И форма была не совсем та, что должна быть по правилам Мы закрыли на это глаза А что за форма такая должна быть? Трико обязательно должна быть Его не было Не у всех оно было Ну просто некоторые подростки не могут себе позволить Скажем так Платное участие Поэтому мы пошли им навстречу Закрыли глаза на форму То есть они там были в спортивных То есть это не противоречит никаким показаниям Медицинским Ничего Нет Безопасности там ничего Нет А зачем тогда должно быть трико? Ну, во-первых, это для судьи Удобно Чтобы там фиксировать Чтобы было видно там отрыв таза У спортсменов должна быть экипировка То есть не может человек прийти Скажем там в домашних шортиках И выступать Ну, не совсем правильно И не совсем этично А в Умагинске вообще Насколько легко приобрести вот такую экипировку? Невозможно Невозможно? А где они там ее берут? В Киров ездят, получается, да? Ну, те спортсмены, которые уже выступали Или те, которые имеют возможность Приобрести Ну, некоторые, да А вот начинающие спортсмены Как они начинают? Откуда у них, во-первых, оборудование? Во-вторых, экипировка? В-третьих, знание во всем об этом? Что именно так? И только таким образом это нужно применять? И оттуда это можно брать? Кто их этому всему учит? Так вот, как раз для этого Мы открываем отделение в районах То есть до того, как было открытое отделение НАП В Умагинске Ребята занимались только Ну, как бы их на душу положить Интуитивно Интуитивно Или Бралась информация из интернета Как и везде, как и всегда Так, и как вот такие вот Спортсмены-интуиты себя показали? Ну, скажем так В следующий раз они покажут себя гораздо лучше Теперь они видят уже, на что можно равняться Ребята пришли и увидели, ну, скажем так Мастеров Не хочу сказать, но, да Мастеровка людей, которые уже опытные В этом виде спорта И еще я хотел, чтобы подчеркнуть Была очень хорошая атмосфера Да, да Это было просто потрясающе Это одно из лучших соревнований, которое проходило Знаете, что я увидел самое главное? Горящие глаза Пацанов, которым по 13, по 14 лет Вы так говорите, будто в Кирове этого всего не было на Селевятке Ни горящих глаз, ни атмосферы Было, было Атмосфера была Но там было намного добрее, намного Ну, и сказать Роднее Так сказать, да Это уже было наше второе такое большое мероприятие Мы уже, как бы, к нему так подготовились Ну, и там молодежь, конечно Который мы к ребятам приехали в Мудниск Неизвестно, за сколько километров Давайте честно скажем, что мы не ожидали, что будет столько А столько спортсменов, я не сказал, сколько их было Было 100 человек 100 человек В Муднинске Город, в котором собиралось Ну, от силы, наверное, 20-25 Ну, от силы 30 человек Как, наверное, два года назад Здесь, в Кирове, точно так же Ну, Андрей, наверное, я, наверное, тебя поправлю Мы скажем, что турнир назывался все-таки «Стальной характер» Стальной характер, да Что привлекло внимание спонсора Муднинский металлургический завод Ой, как здорово Какие молодцы Генеральный спонсор этого чемпионата Муднинский металлургический завод Понравилось все От названия С директором я знаком С заместителем По социальным вопросам Очень понравилось название сразу «Стальной характер» Это прям в точку И, может быть, и это сподвигло на то Чтобы они выступили как генеральные спонсоры Это очень здорово И оплатили И огромная благодарность Им в первую очередь И всем-всем организациям Сейчас от себя даже хочу сказать Которые поддерживают спортивные мероприятия В городе Кирове, в Кировской области Ну, и вообще поддерживают спортивные мероприятия Огромная-огромная благодарность Потому что, да, они себе там делают рекламу Да, они вставляют свой бренд Но, в первую очередь Для людей это важнее Что они помогают развиваться И помогают поддерживать это спортивное движение Чтобы люди не уходили куда-то в себя А там в своих квартирах сидели Там неизвестно чем занимались А действительно развивались И свою энергию увеличивались Так вот, благодаря им как раз у нас Именно благодаря таким компаниям Низкому металлургическому заводу Низкий поклон Низкий поклон им всем И хочется сказать То есть, мы сейчас поблагодарили Леоматинский металлургический завод Это крупнейшее Одно из крупнейших предприятий Металлургических Ну, и были еще предприниматели Которые не захотели Скажем так Афишировать свое участие Просто помогли Да, да Просто молча помогли О них знаю только я, например Да И это здорово тоже И ребятам тоже большое спасибо Кто вот меня слышит Я тоже Я не могу сказать их фамилии Потому что Это все так инкогнито Ну, мы очень благодарим Но они все равно откликнулись И помогли Это, скажем так Предприниматели Которые уехали уже Из Амутненской Живут кто в Москве Кто в Кирове И когда вот они услышали Сейчас соцсети Благо, что Дают эту возможность Андрюх Ну, правда Я говорю, да Уже народу собирается Под 100 человек И вот Оказали и помогли За что им огромное спасибо Да, очень здорово Молодцы Итак О победителях Давайте скажем Какие категории там были Может быть рекорды были Какие-то поставлены Рекордов? Ну, нет Это же Скажем так Уровни КМС Мероприятия И положение Личные рекорды? Личные, конечно Личные, конечно Блин Единственное То, что я Об этом Не могу сказать Я не знаю Я не подготовился Кефиру Да, личные были Это очень хорошо Личные, конечно Дальнейшая судьба Амутнинского турнира А у нас уже есть продолжение Так Это было прямо Объявлено На чемпионате Когда Директор Амутнинского Металлургического завода Сказал, что Во всеуслышание Опять же Перед всеми спортсменами Что Стальной характер Это будет Ежегодный Ежегодный чемпионат Ну и естественно Который будет Проходить при помощи Амутнинского Металлургического завода Это очень здорово Это очень здорово Еще раз Большое спасибо За это Спасибо Амутнинскому Металлургическому заводу Сергею Александровичу Волоскову Огромное Огромное спасибо За его помощь Призовой фонд Был для ребят Насколько понимал Что привлекло Спортсменов Из других регионов Нет Призового фонда Не было Были медали Шикарные Дипломы Медали были шикарные Анаповские медали С логотипом Амутнинского Металлургического завода Что будет В памяти у всех На долгие-долгие годы Еще внукам своим Будут хвастаться Вот смотри Амутнинский завод То все стоит Еще работает Я думаю Что это будут Ежегодные медали С их логотипом Поэтому Многие-многие Поколения будут Об этом помнить Надеюсь Надеюсь Получили Еще приглашение Сказали На день города Амутницк Не только Будет проводиться Этот чемпионат Ежегодный Сергей Николаевич Опередил Немножко Но Директором завода Было предложено В день города 21 июля Провести у них Силовой экстрим Это что такое Расскажи Это когда Собираются Здоровенные Дядьки И начинают Перетаскивать Всякие Тяжеленные Предметы Всем на потеху Но себе Не во вред Я надеюсь Конечно Не во вред Все регламентировано Все По технике безопасности Естественно Опережу Для слушателей Эхо Москвы В Кирове Могу сказать Что ребята Будут перетягивать Пожарную машину Она весит 12 тонн Так А сколько ребят На это будет выделено Один Один человек Будет тянуть Пожарную машину Весом 12 тонн Да Шлейка Канат И А кто это будет Нет Там будут участвовать 5 команд Между собой Будут соревноваться И Из каждой команды Каждый участник Будет тянуть Такой автомобиль Уже есть договоренность Дальше утянет Да Никто дальше За 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 Они потянут На время Если определенное Расстояние Это 20 метров Надо утянуть На время На время На скорость Кто быстрее Утянет пожарную машину Потрясающе Интересно Как проходят Тренировки У таких ребят То есть не берут Где-то пожарную машину Или нечто 12 тонное Нет Нет Все гораздо проще Они в статике Отрабатывают движения Я просто знаю Что люди уже готовятся Во всю Качают ноги свои Это Одно из Сложнейших Будет Элементов Этого конкурса Там соответственно Наверное Буквально Все группы мышцы От шеи До Мизинцев Обеих ног Ну я надеюсь Наверное Многие увидят Это в интернете Это шоу Да Очень хотелось бы Посмотреть Приезжать С удовольствием Приедем Так А у нас Про Мутнинск Что-нибудь еще мы скажем Или на этом Мы завершим Дифферамбы Мутнинску Славному городу Ну видимо да Ну начиная От того Что я там родился И Мы проведем Там Два мероприятия Я думаю на этом Пока хватит Сотрудничество Да Сотрудничество Наше Я думаю Не прекратится У нас очень тесно Сотрудничество С администрацией Мы давно знакомы Вообще Амутнинск Это такая Кузница Спортивных кадров Очень Много спортсменов И Известных Это Это Денис Это Мастер Мастер спорта Международного Класса Чемпион Мира По гиревому Спорту А начинать Можно еще От Юрия Георгиевича Скобова Олимпийский Чемпион Да Лыжи Да Лыжи Замечательный человек Вот он Амутнинск Есть ли Может быть В планах Ассоциации Подключения Других районов Кировской области Ну вы как будто Знали Конечно Белохолуницкий район Точно так же Открыто региональное Представительство Там Белой Холуницы Затем Верхнекамский район Город Кирс Александр Гонцов Возглавил Руководит Этим Отделением Районным Ну вот как раз Вот эти команды А Кирово-Чепецк Ты забыл Кирово-Чепецк Куда бишь Кирово-Чепецк Я к нему медленно подхожу Подождите Вот это и есть С тыла Команды Команды Которые будут участвовать В этом силовом экстриме Да Там не только Перетягивание машин Там очень много конкурсов Перетягивание много чего Пять Да Пять конкурсов Перетянем все Силовятки И Да И Кирово-Чепецк Почему я хочу Отметить его отдельно Кирово-Чепецк Это тоже открыто Отделение Районное отделение НАП Потому что там 14 сентября Уже будет Проводиться соревнование Чемпионат района Кирово-Чепецкого То есть они посмотрели На Матнинском Тоже захотелось Да Сделайте нам так Они загорелись И уже Привлекаются Партнеры Уже Нашлись Люди Которым это интересно Они будут помогать Я думаю Представить Наверное Алексея Злобина Алексей Александрович Злобин Руководит Кирово-Чепецким Отделением Это Наш Постоянный участник Наших соревнований Это будет в сентябре Это будет 14 сентября Почему на эту дату А я не знаю Почему Они так определили Ну нет Я конечно знаю Я вернее подозреваю Почему Во-первых Одно из условий Наших Соблюдается Алексеем Это привлечение детей Да Это будет Опять же Перетягивание Каната И там будут Участвовать Школьники Из нескольких Школ Будут перетягивать Канат Совершенно Без оплаты Замечательно Но вы к сожалению Андрей Как у нас с вами По традиции Складывается Мы опять все Не успеваем Обсудить Обговорить Что хотели Поэтому Еще очень важные Несколько тем У нас есть Которые мы с вами Я думаю Что принесем На следующую программу На этом Мы еще хотим Послушать сгин Поэтому на этом Программу Сверхспорт Мы будем считать Завершенной Еще раз говорили Мы сегодня Конечно НАП Ассоциация Пауэрлифтинга В Кировской области Который возглавляет Здесь в Кировской области Андрей Кириллов А также Сергей Целищев Был у нас в студии Это глава фонда Силовятки Если я правильно Представила Правильно? Председатель правления фонда Председатель правления фонда Как раз той структуры Той организации С помощью которой Благодаря которой Существуют Турниры Существуют чемпионаты Пауэрлифтинга Я бы подчеркнул Бесплатные участия Участия в которых Бесплатные для всех Всех Итак Это была программа Сферы спорт Говорили мы сегодня О важных мероприятиях Пауэрлифтинга Конечно же Гостей мы ждем Еще с новостями С важными событиями Их я знаю Что у НАП Очень много Да Сейчас господа Представляем Андрей Тогда объявите А сейчас Вашему вниманию Мы представляем Спортивный гимн Вятки Называется Сила вятки Да И всем спорта Всем силы и добра С верой в спорт